Всем привет! С вами снова Добрый Макс и мы продолжаем проходить замечательную игру Alter Ego 2 Я Ну и что ж, напоминаю, что в прошлой серии мы с вами раздобыли наконец-таки удостоверение И конечно же оно оказалось бы у нас гораздо раньше если бы не неразивая работа вот этого дежурного констебля Ну да ладно, давайте попробуем сейчас открыть кое-какие двери с помощью этого удостоверения Пожалуйста Вот мое удостоверение В ваших интересах помочь расследованию Теперь вы мне верите? Да, но сначала я лучше спрошу у леди Останьтесь здесь и откройте ворота Я сам поговорю с леди Хорошо, проходите Немного странно, потому что я-то думал, что служанка будет держаться до последнего Я доложу о вас, леди но не уверена, захочет ли она с вами говорить Пожалуйста, скажите ей, что это срочно Это касается сэра Уильяма Вот в чем дело Я так и подумала Идите за мной, пожалуйста Я так думаю, что если бы Леди приказала никого не впускать Но для полицейского я, пожалуй, сделаю ее исключение Благодарю вас Но обещайте, что останетесь здесь Я сейчас вернусь И прошу, ничего не трогайте Обещаю Передайте леди Мириам, что у меня важные новости И я хотел бы поговорить с ней лично Ничего не получится Леди никого не принимает Если она пожелает говорить с вами То позвонит из кабинета Подождите у телефона, пожалуйста Вполне может быть, что вот эта вот задумка Леди Мириам так же таинственно, как и ее внук Поговорить с ней будет непросто Так вот, эта задумка с телефоном Скорее нужна для того, чтобы Ну сейчас-то совершенно дикая мысль у меня появилась Что служанка и есть сама леди Мириам Но не хочет ни с кем говорить Скажем так, от своего имени Хочет с двух сторон посмотреть на дело Ну да ладно Что ж, у нас есть возможность пойти на верхний этаж Но вряд ли это встретит понимание у служанки Давайте попробуем сами набрать по телефону Леди Мириам Как сказала служанка, это домашняя линия Я не могу позвонить куда-то еще Электрический звонок у двери и телефон из кабинета в холл Я полагал, что у семьи Льюисов были финансовые неприятности Но ошибался Но тем не менее, все-таки Обыскать дом было бы, мне кажется Недурно Без повода И подобающего ордера Вряд ли Учитывая, куда ходила служанка Полагаю, леди Мириам Не в спальне Она упомянула кабинет Сэра Уильяма Но думаю, туда мне тоже не попасть Так, а что же мы еще тогда можем сделать На верхний этаж попасть нам не удается Я лишь взгляну Никто не будет против А вот тот самый бриллиант, который мы с вами нашли Когда я смотрю на это кольцо Задумываясь, носил ли сэру Ильям что-то подобное Странное кольцо Кажется, я его уже видел Так, ну, разумеется Боже Точно такой же драгоценный камень Я нашел в склепе Я не верю в такие совпадения Должно быть, сэру Ильям Был похоронен с этим кольцом Интересно, где оно сейчас? Что вы там делаете? Ничего, просто осматриваюсь Леди никого не принимает Но мне нужно поговорить с ней Если вы подождете, она вам позвонит Прямо сюда? Да Можете присесть, если хотите Нет, спасибо Нет времени рассиживаться Вот и звонок Добрый день, мадам Старший детектив Брискольк к вашим услугам Прошу, примите мои глубочайшие соболезнования Но у меня плохие новости Значит, мой начальник уже говорил с вами Простите, наверное, он забыл меня уведомить Перейдем к делу У меня несколько вопросов Но если вы не возражаете, я бы хотел обсудить их с вами лично Понимаю, только по телефону Как вам угодно Могу я спросить Правда ли Что вы запретили открывать гроб сэра Уильяма во время похорон? Сожалею, мадам Но задавать вопросы Моя работа Я буду признателен, если вы сможете ответить и на другие вопросы Да, это объяснение логично Были ли эти физические недостатки причиной некоторой непопулярности Скажем так сэра Уильяма Я понимаю, что люди суеверны Но не мог и подумать, что отец Малкихи был против похорон Он сказал, почему Насколько я понял, вы не согласились Кремация была неприемлема Могу лишь представить, как трудно вам пришлось Я все понимаю И не хочу вас беспокоить Разговор закончен Спасибо, что уделили мне время Отлично То есть мое предположение... Думаю, это очень мудрая женщина Она точно знает, как себя вести, чтобы не сказать лишнего Может быть, это мелочи Но кто знает? Например, почему отец Малкихи хотел кремировать тело? И не совсем понятно, почему Мы не узнали, что за физические недостатки у сэра Уильяма Так, ну и какие же заметки сделал наш блистательный детектив? Да, и нам нужно еще найти семейного доктора Совершенно верно Став врачом безумного сэра Уильяма Он наверняка навлек на себя дурную славу Возможно, мой предшественник оставил какие-то записи о нем Так, ну что ж, хорошо Я так понимаю, что можно задать пару вопросов еще и служанке Потому что действительно нам нужно найти главного врача Семейного врача Возможно, он нам сможет описать эти недостатки Которые были у сэра Уильяма Вы давно работаете на Льюисов? Только с сегодняшнего утра Вы заметили? Нет, что вы А трудно было попасть на эту работу Наверное, не стоит этого говорить Но у Леди Мириэм не было особого выбора Почему? Проблемы с деньгами? Надеюсь, что нет Но, знаете, о сэре Уильяме ходят слухи Да, кое-что слышал Неудивительно, что люди напуганы А вы, похоже, нет Деваться мне некуда Но если что-то случится, я сразу сбегу Только не говорите хозяйке, хорошо? Мне нужно поговорить с Леди Мириэм Вы не проводите меня Но, сэр, я уже говорила, это невозможно Если она и захочет поговорить с вами То только по телефону Понятно Я просто хочу знать, кто подписал свидетельство о смерти сэра Уильяма И что стало причиной смерти Лучше всего поговорить с семейным доктором Я спрошу Но Леди сейчас очень занята Подождите минуту Если бы я не услышал ее голос по телефону То подумал бы, что никакой Леди Мириэм не существует И служанка живет здесь одна Ну вот о чем, собственно, я и говорил Но, видите, не подтвердилось мое предположение Так Боюсь, что Леди не желает с вами говорить Она объяснила, почему Не обижайтесь Но она сказала, что вас это не касается Вот как? А вы случайно не знаете, кто был личным врачом сэра Уильяма? Даже если бы знала, все равно бы не сказала Не хочу потерять работу Ничего страшного Я узнаю другим путем На мой взгляд, вообще это не представляет Упрямая старуха Как же она все усложняет Это вообще не представляет никакой сложности Узнать, кто был семейным врачом Да просто поговорить с парой местных жителей Так, ну, здесь мы с вами уже были Понятно Кольцо, скорее всего, мы в ближайшее время с вами не найдем Обыскать дом Да нет, тем более служанка здесь рядом Я полагаю, что единственное Что сейчас мы можем сделать Мы можем сделать это Осмотреться во дворе Пока служанки нет Да, совершенно верно Не вижу ничего подозрительного Думаю, сюда много лет никто не заходил Если здесь тайное убежище, например, для сэра Уильяма Где бы оно могло быть? Ну, давайте пройдемся к сараю Неужели служанка здесь одна и содержит такой огромный дом? На вид все вполне обычно У сэра Уильяма даже есть собака Может быть, она мне поможет Вот именно, отличная идея Интересная идея состоит в том Чтобы Лоскуток ткани Дать ей понюхать Нет Я не могу так просто взять собаку Никто мне не позволит Так ничего не получится Вообще, конечно, немного Странно Странно, почему не лоится Похоже, он не использовался Так, и прежде чем сейчас попасть опять внутрь сарая Давайте посмотрим, может быть здесь Да, совершенно верно Попробуем пройти через заднюю дверь Идеальное место для орудия убийства Но не для безумного убийцы Здесь неудобно прятаться Слишком много воды Ну если только в колодце внизу Нет специального отверстия Куда можно Специального шлюза Куда можно попасть Так, ну да ладно Давайте попробуем Опять пройти в сарай Нет Деревянный кол Не хочу рыскать по дому, как вор Пользы от этого не будет Да, тем более доказательства Добытые подобным путем Будут считаться незаконными Не хочу рыскать по дому, как вор Пользы от этого не будет Так, а вот подсмотреть в окошко вполне можно Я не хочу ни за кем шпионить Да к тому же ничего не увижу Все окна плотно занавешаны Внутрь не проникнет ни единый лучик света Так, хорошо Тогда что же Что же мы можем сделать Ну если только попробовать поиграть с собакой Бросить ей эту палку Она Каким-то образом перепрыгнет через Да нет Вряд ли именно таким образом Им стоит действовать Так Нет, нам все-таки нужно попасть в сарай Только как это сделать? Если мы вдруг вернемся обратно То Ставни будут Точнее двери Опять будут Заперты И кто знает Может быть служанку Уже в этот раз Нас не пустят внутрь Да Заостренный кол Согласно легендам Это идеальное оружие Против вампиров Забавно Может быть физические недостатки Были именно в этом? Ну собачка Поможешь мне Узнаешь запах своего хозяина Так Запах отчего? Да нет И это тоже быть не может Да Запах от своего хозяина Лоскут у нас есть Все вроде бы есть Но при этом почему-то мы не можем пройти дальше Я не могу так просто взять собаку Никто мне не позволит Ну вот же Это же лоскут как раз с места преступления Очень странно Может быть конечно Проникнуть обратно в дом Будет идея И пообщаться с хозяйкой По поводу собаки Давайте попробуем Не хочу вас задерживать Но могу ли я Одолжить собаку Сэра Уильяма? Ненадолго Если не возражаете Не знаю Я должна спросить у леди Подождите Не стоит отвлекать ее По пустякам Но хозяйка может рассердиться Ей вовсе не обязательно Об этом знать Рассудите У вашей хозяйки И так тяжело на душе Разве ей не нужен покой? Вы правы Хорошо Берите ее Но обещайте вернуть Даю слово джентльмена Хорошо Во всяком случае Наш детектив не был замечен В неподобающем поведении Отлично То есть теперь По лоскуту Мы сможем найти В принципе Куда мог Сэр Уильям скрыться Давай малыш Поможешь мне найти Своего хозяина Такой огромный Доберманд Еще и без поводка Было непросто Привезти тебя сюда Надо было заранее Раздобыть поводок Но теперь это не важно Так, хорошо Давай, песик Найди своего хозяина Ничего Образец слишком мал Жаль Я ожидал большего Ну, то есть Получается, что Так, хорошо Слишком небольшой образец Может быть Нам для этого Нужно опять Зайти внутрь Похоже Он не понимает Чего я добиваюсь И я, кстати говоря Тоже Нет, здесь Дополнительного Ничего нет Да, единственное Что можно Попробовать сделать Это найти Какую-то его одежду Вполне вероятно Что У отца Малкихи Конечно Что-то подобное Есть Не знаю Так Ну, образец Слишком небольшой Да Прямо сейчас Я узнаю Будет ли от пса Толк Пусть собака Остается здесь Я надеюсь Что она за нами Не побежит И вернуться туда Мы всегда успеем Давайте Все-таки Заглянем к отцу Малкихи Перекинемся С ним парой слов Знаете А ваше спокойствие Оказывает на меня Противоположное действие Мне кажется Что вы очень довольны Что сэр Уильям Исчез с ваших глаз Что Как вы можете Такое говорить Я знаю Что вы были решительно Против похорон Это ложь Тогда скажите Почему вы Настаивали На кремации Тела Из благих Побуждений Вот и все Скажите мне Каково Отпевать Душегуба И чудовище Вас это не касается Детектив Это Оскорбительный вопрос Похоронить Чудовище Против вашей воли Тоже оскорбление Вас не послушали Но вы все равно Сделали по-своему Вы не можете Это доказать У вас есть Мотив и возможность Но нет Алиби Я вынужден Попросить вас Не покидать Город Я под арестом Нет Пока нет Но скоро Я вернусь И мне не хотелось Бо вас Разыскивать Хорошо Тогда может быть Для того Чтобы Дать собаке Какой-то более крупный образец Нам все-таки Нужно Наведаться В прозекторскую Не знаю Давайте попробуем Вернуться в участок Заглянуть в архив Пока Мне сложно Сказать Где можно Взять Более крупный Образец Какой-либо Ткани Хотя Мне кажется Что такого Лоскута В принципе Было бы Достаточно С другой стороны Если мы Вернемся назад И все-таки Спросим Какой-то Какой-то Предмет Одежды Сэра Уильева Я так думаю Что служанка Не должна Отказать Нет Ничего Подобного Может быть Конечно Стоит Показать Отцу Кол Может быть Это его Приведет В чувство Наверняка Он Хотел бы Провести Подобную Операцию Самостоятельно Да нет Нужно Действовать Четко Например Спровоцировать Его А затем Огорошить Новостью Что Сэр Уильям Был Жив Ко Таким Нельзя Нельзя Разбрасываться интересно все-таки святой отец здесь замешан в принципе ничего удивительного так давайте-ка все же вернемся участок и кстати говоря мы очень давно не видели тима и его товарищи что-то мне подсказывает что они будут поводут сюда именно в этот участок заперта так хорошо используемся ключами готова отлично так может быть здесь мы как раз и найдем предмет одежды который нам необходим еле стоящий шкаф может быть там за ним есть что-то тоже какой-то тайный проход и еще один сундук ну что ж друзья в принципе наверное следующей серии мы посмотрим попробуем с вами посмотреть что же здесь может скрываться а я напоминаю что с вами был дурмакс ставьте лайки подписывайтесь на канал увидимся следующей серии всем пока